Вот. Так, вы об не менее думаете, я скажу, чтобы уши не были закрыты. Поется, Христос воскресе измертв, смертью смерть поправ, в сущем ограбежь его добра, дарова. И еще, сколько слов? И столько раз пела, ну можно было посчитать до 10. 10, да? Ну сколько, спрашиваешь, а я математику любил. Я посчитал, сколько, я не знаю, десятков раз считал, записываю, что же так. Сколько слов о жизни, сколько о смерти. Даже строго, если так к словам относиться, то половина, 5 слов о смерти и 5 слов о жизни. Это тоже не встречаемо. Дай куда, стояточка. Выбрали. И вот это смертью смерть поправ, встречается в Библии многократно под другими именами. Господь говорит, я перед тобою положил благословение и проклятие. Жизнь и смерть показывают тьму и свет. Избери жизнь. Зачем тебе погибать? Вот впервые этим выбором на небе ангелы занялись. И избрали третью часть, совершенно другую сторону. Происхождение зла совершенно необъяснимо ни одним святым отцом. На небе, когда все есть, никаких препятствий нет. Они не пьют, не едят, не спят. И вдруг куча против Бога. Почему? Нашелся хороший агитатор. Безумный. А безумный, в Библии говорится, приводит наш язык навал. Вот навал. Вот тут догадывайся сам, что у нас сейчас делается. Самые последние времена под это имя подкатили. Был мятеж. И третья часть потеряли свое жилище. Далее, человеку предлагается избрать жизнь и смерть. Люди сегодня боятся всего, абсолютно. Раньше боялись, кто его больше, а сейчас боятся того, кто намного меньше. Который запах разносит частицы, вирус в сотни раз меньше. И больше всего боятся. А почему? Потому что заговорили об этом много. Брат, подай вот эту штуку, что это такое. Так вот там рассказывают. Встретил с шумой, идет в город, куда в город. Всевышний отдал тысячи человек забрать. А тот человек вернулся, пять тысяч еще вернул. Как же встречались? Опять. Тысяча же было. Тысячу я взяла. Четыре умерли от страха. Да, сказка «Готворь» замен на мелкие. Никого не надо бояться. Оказывается, в человеке врач подтвердит разные-разные микробы, говорит. Там пересчитывается сотнями. И человек среди них живет, они нужны. Высваиваются пищей, переходят в разум. А когда человек живет согласно заповеди Господню, то это никак не трогают. А так, иначе вся тварь поднимается на человека. Человек боится самой маленькой мошки. Она малярийная бывает. Клещенки полетные. Ну и по порядку там. Чумная какая-то блоха. Так, вот здесь была красная бежала. Для интегратора нас не понимали. Добрать. Да, оттуда я. И вот эту мысль народы мира по-своему воплощали в жизни. Жизнь и смерть. Загробная жизнь, какой-то вид мухи выплывают. Разные божества. И вдруг во всей чистоте, святой, правдоподобности, это случилось со Христом. И многие приняли его. Пилот даже не устоял. И жена побуждала к тому, что ничего не делай этому праведнику. Нет, склонился на худое. Предание говорит, что он случайно закончил жизнь. Первосвященники призваны учить народ. Распни его. И сегодня в мире статистика говорит 7 миллиардов, 750 с чем-то миллионов человек. Но я не считал их. Говорят, наверное, так вот. Христианство исповедует. 2 миллиарда, примерно, 430 миллионов. Мусульманство почти по 2 миллиарда подошло. Это единобожие. А многобожие, которое, в консократию. И где жизнь и смерть? Когда с людьми беседа. Я верую так. А ты сам так, по-растки. Когда это впервые было предложено избрать? Адаму. А дальше? А что еврейскому Богу будут поклоняться? Значит, мы поклоняемся еврейскому Богу. Бог не еврейский. Через Евлеев открылся. А на его язычники, они на это все время бьют. Там Левашова, Твердо Хлебова. Там Петров генерал они. И что все они запомнирают. И сами объясняют. Какая-то космическая энергия поразила. А почему? Жизнь и смерть. Я предложил тебе, Господь, мы что избрали? Христос говорит, я использую путь истинной жизни. Евангелие от Яна 4 стихов. Путь истина и жизнь. Жизнь с большой буквы. Если мы его избрали жизнь, то от нас должно исходить только живое. И вот вышел Сеятель, Сеятель. И падает на четыре рода земли. И дороги. Мало земли на камне было. Скорняки, терния. И что-то там дало. У христиан, куда бы семя не падало, оно должно приносить плод. Птицы это демоны. Они свирепствуют везде. И мы должны прямо сказать, что смысл пришествия Христа заключался в его смерти. Как веха на этом пути, Евреям 2.14. Как дети причастны плоти и крови, мы причастны. То и он, воспринял он и от Девы Марии. Дабы смертью своей лишить силы имеющих державу смерти, то есть дьявола. Второзаконие 19.19. Какой был закон? Если человек по-другому падал, статья такая, если докажут, на кого он показал, он должен умереть. А не доказал, статья падает на него. Это считаемое. В 13 главе Даниила, когда обвинили Сусанну, доказать не сумели. Главные там были, кто они? Прокуроры, судьи Земли были казнены. Вот эта борьба идет у нас сегодня внутри нас. Какие события, где мы все время должны и при этом быстро сориентироваться. Завтра уже поздно будет. Нейтрального практически-то ничего. Это я не хочу ни на ней, ни в рай, ни в ад. Не получится. Нет. Или-или. Мы избрали жизнь. Мы для этого сюда пришли. И где бы с кем вы не разговаривали, встречались, найдите возможность сказать людям это. Время истекает. История сделала очень большой поворот. Сейчас показывает, что в Израиле делается. Я регулярно смотрю. Не сегодня, а завтра может восториться. Обещанный. Это Машиах, это Мессия. А люди боятся, Машиах, это вроде антихрист. Антихриста, слово, что означает. Машиах, это Мессия. У них буквы вообще почти везде. Мы говорим, Иерусалим, у них Рушалай. С этими сарапами? Мы говорим, суббота, они говорят, шаббат. Это еврейский язык. Я не могу все слова вспомнить, но именно так. Мы говорим, Иисус, они говорят, Ешуа. У нас это вообще не вмещается. Как мы избрали? Избрали то, что открыл Господь Аврааму. 12.3. Я постоянно об этом говорю. Ты хочешь быть счастливым? Благословенным. Два условия. Первое, никогда не проклинай народ Божий, а благословляй. А как его благословлять, когда вот то и то начинает говорить, что там, ты не это смотри, а чтобы они обратились к Богу, примирились со Христом, приняли в Нем Мессию, который пришел, а которого ждут, это антихрист. И вот жизнь и смерть. Человек только рождается, дату записали, дальше черточка, и ждут смерти. Вторая цифра, все закончилось. Дальше ничего нету. И мы-то все смертные. И вокруг нас птицы, двери, всякие мошки, все смертное. А теперь в раю снова наступит бессмертие, полное. И что там животные будут? Написано так. Вся тварь воздыхает, мучается, ожидая усыновления славы детей Божьих. Усыновление. Как она может ожить? Кошка какая-то, а что? У меня была собака, залезала ее поездом, она будет? Нет, ее не будет. Но этот рот животного будет. В общем, в раю же они были, и когда мы пошли. Жизнь и смерть. Вот в сегодняшний день жизнь с большой буквы и смерть с большой буквы встретились. Господь некоторые законы, которые давные были людям, Он их не соблюдал. Не соблюдал. Почему? Потому что выше закона. Он дал их. Вот наинское слово наин у вдовы в городе Наине сын болел и умер. Наин, ну по-нашему это, может быть, наина, как-то женское имя такое, красота означает. Город красавец. Не грозный, а красавец. И вдруг такая беда. К мертвым боялись прикоснуться, чтобы не выйти скверно. Господь прикоснулся. А ему зачем бояться? Перед ним все сгорает. И юноша сел и стал говорить, дайте ему есть. Это же было ставив, когда Петр воскресил. Почему? Вот это встречается довольно редко. Но духовное пробуждение, рождение, может быть каждый день. Сомнений у тебя будет много. А ты поставь по одному. Христос умер и воскрес. Христос дал жизнь и жизнь восторжествовала. Я очень много, каждый день беседую с мусульманами. Повторяю, передо мной в прошлом году прошло почти 2600 человек. И ни один не считал свою книгу. А который считает, перевести не может. Я с ними давно знаком, знал, но что именно вот ни один не знает, это же хуже православных. У нас хоть на 300 человек один считает. На 300 один Библия знает, считает. А тут на 2600 ни одного нету. Что делать? Я их укоряю. А почему? Они говорят, мы неправоверны, это другое. А я говорю, открой такая, 5-я, 40-й, 68-й аят. Всевышний дал нам инжил, Евангелие. Всевышнему верите? Верите. Это ваша статья, ваша. Дал нам инжил, Евангелие. И дальше написано, чтобы я по нему жил. Я по нему и живу. Ваша книга меня одобряет. Касается Господь очень сильно. Назначает встречу. Все материалы им скидываю. Дальше Господь делает. Я не зову никуда. Книгу их не трогаю, ничего не котикую. Я показываю борьбу жизни и смерти. И вот там, у города Наина, со смертью встретился тот Господь, который сотворил всю Вселенную. И эта борьба идет и сегодня. Родственники наши, которые не уверовали, которые воюют против истины, они стоят на левой стороне. А что можно сделать? А ничего не сделаешь. Меня каждый раз люди спрашивают, а как вы относитесь к Путину? Мне дано повеление молиться, я больше ничего не могу делать. Но витяжи мне не нужны. Определенно, чтобы жизнь проводили тихую и безвятежную. Почему? Там жизнь. А там, где смута, как правило, революция обманывала всех, которые ее творили. Они все до одного были обмануты. Завтра переворот, первый день радости, а на завтра начались репристии. Баби или Беспьера, который все погибают. То революции делал ни одного нету. Следующий за ним пришел, подряд все подрубил, выровнил, чтобы ему поклонялись. Мы знаем, кого избрали, изменений никакого не будет. Вот вы маленько так воображаете своим воображением. здесь дорого было, а дорого нам все. Дорожка, по которой ходим, друзей видим, и вдруг ничего нет. Человек лежит, где он где-то. Вот Господь говорит, лазарь, гляди, вон он мертвый. Лазаря нет здесь. Лежит труп мертвый. Жара. Четыре дня. Ну, четыре дня жара. Да ты вытащи пирожное, через день на жаре у тебя еще не останется, не подойдешь. Это у нас вы знали Светлана была, двое ребятишек. Муж у нее Юра ехал потеряю. На сей день никто не знает столкнули его или говорят что-то там было. Нашли окололи лежит. И там брать нечего, мешок собирать только. У священника одного погибла жена не знаю как. И он говорит, когда открыли я подошел к щи червей просто. Это я любил, целовал и только недавно это было. Вот видите какие события у нас происходят. Слышали правила священника Николая из Украины которые летали на острове и среди великого поста вещами какой-то у него было и пригласили там 5 человек было. А ребенок вышел и ребенок вышел а тут бассейн и воды мало было видимо голову ударился и врачи боролись и там уже и прокуратура и все как это было как это было Антония звать Антония ребенка можно помолиться в жизни смерти вдруг жизнь для жизни целуется для жизни встретились бенчанин и в свое время никто не ожидал этого потрясения не выскажешь какое фотографии выставили в интернете как этот ребенок с отцом в алтаре выходит защищается как с родителями он видно такой чувство пацанинок то был видно что он стремился к этому нету навсегда никакой скрещи не будет своими руками выкопаешь могилу смерть торжествует там где нет Христа пусть укрепит отца Николая потому что он верит что есть жизнь вечная а почему тогда пойди а ты не спрашивай почему бог сотворил его и бог сделал и может быть и всего растрон один спасен в библии так написано таз чесней они рано умерли так он угодил богу а мы тут лохай махаем итак сегодня завершающий этап борьбы жизни и смерти окончился полной победы как болезнь человек болел как а рак я тебе скажу рак можно защитить только раком как может ну не может быть ну а как смертью и смерть поправ почему ты выше еще возьми выше рака еще бывает исцеляются а от смерти как исцелишься смертью и смерть поправ никто не мог даже предположить что будет дьявол до конца не знал Христос уже прибитый на кресте если ты Сын Божий сойди с креста зато он говорит это не люди крещали в их лодку залез дьявол и крещал сойди с креста если мы верим в это мы находимся на той стороне где ангелы сохранившие свое достоинство где все святые да поможет нам Господь до конца быть верным потому что там будет трапеза другая вот когда задумаешься я в гостях у людей бывал иногда меняется все быстро ну в общем повторение идет стол и стол ну что то царствие небесное бесконечное никакой смерти нету и все будет новое и новое как это может быть это тайна глаз ни один не видел как это может быть ухо ни разу не слышал ну расскажите которые были которые были воскресали святые ни один не рассказывает и на ум не приходило что Бог приготовил мы сегодня на этой грани стоим завтра может быть нас никого здесь и не будет но мы скажем Бог дал и Бог взял ему слава во веки аминь спасибо Христос спасибо Христос спасибо Христос